Вас бесят судейские несправедливые решения? Скажите, после последнего пеналти вы сказали, что этому судье рано играть в высшей лиге. Судить ли высшую лигу? Ну, тот, как нас обслуживал орбит. Потому что, знаете как, в России очень не любят жалобщиков, которые ходят, ноют и так далее. Я не ною. Я аргументированно отстаиваю свои позиции, потому что мы выиграли. Что, ныть, мы выиграли. И в игре, в которой мы выиграли, мы отослали жалобу ВСК, где указали 18 эпизодов, в которых орбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения. Простой момент. Во всех лигах люди приходят на звезд. То есть, соответственно, футбол существует для болельщиков. Болельщики идут на Кварацхелию, это очевидно. Потому что даже там было больше 10 тысяч болельщиков Урала. Я уверен, что многие из них пришли посмотреть на Кварацхелию. Когда в первые 15 минут три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями. И даже момент, когда он получил травму, там на самом деле игрок Урала ударил ему в ахил. Чуть раньше. Чуть раньше, да. Потом он пробежал и упал. Он сделал два шага, потерял биомеханизм. И такую звезду, то есть, еще раз говорю, любого яркого игрока, посмотрите, как их опекают. Потому что они понимают, все судьи, что все пришли ради этого игрока. Не ради судей или еще чего-то. И когда человек не свистит даже ни одного фола против Кварацхелии, который там лежит, его там бьют и сзади. Это просто, я считаю, что ту травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях. Ни в одной Европейской лиге введение ВАРа не изменило ни количество желтых карточек, ни количество красных посредством второй желтой карточек. Только единственная страна в мире, Россия, правила футбола не менялись. Количество фолов снизилось. Почему выросло на 50% количество желтых карточек и на 100% в два раза количество красных? На ВАРе, если ты допускаешь ошибку, это прям нужно сильно политься, извиняюсь за такой жаргон, и тебя отстранят. А желтая, первая и вторая желтая, это самый легкий путь обхода ВАРа. И когда, извините, у тебя там в первом тайме 5 человек сидят на желтой карточке, это совсем другой футбол. Они боятся вступить в единоборство, они уже не так активны, ты уже где-то садишься ниже, ты не можешь применять прессинг и так далее. Они мешают людям смотреть на Кварацхелию, они заставляют команды играть в очень оборонительный футбол, потому что когда у тебя 5 сидят на желтых карточках, ты побежишь прессинговать, ты где-то какой-то легкий фол получишь, ты понимаешь, что он сейчас тебе покажет вторую желтую карточку и все, и будет управлять игрой таким образом. И у меня вопрос, почему в мире, вот эта мировая статистика, никак не увеличилась количество желтых и вторых желтых карточек. А в России вы же понимаете, что статистика на 50% и в два раза не может быть случайной, ни на 2%, ни на 1,5%. И то, что сейчас господин Хачатурянс отстранил Елкова пожизненно, я просто аплодирую ему стоя, с криками «Браво! Бис!», покупаю билеты на все его премьеры на 10 лет вперед, и это видно, что человек понимает суть проблемы. Что такое арбитр? Это обслуживающий персонал, это хороший официант, который должен сделать приятным вечер романтических влюбленных, которые пришли в ресторан получить большое удовольствие. Также и арбитр, он должен сделать хороший футбольный вечер, на который пришли люди посмотреть на футболистов. Я ни разу не слышал, что болельщик говорил, пойду посмотрю на арбитра Вилкова. Очень импонирует его манера арбитража. Ни разу что-то такого не слышал. Три года назад в Польше был сумасшедший коррупционный скандал, когда было посажено и отстранено от футбольной деятельности больше 120 человек. Туда вошли руководители клубов, ну естественно арбитры, как без них-то, собственно говоря, и все остальное. И вот сейчас, очистившись, скажем так, три года назад и убрав все сомнительные элементы из футбола, Польша получила прекрасный уровень судейства, лучший в Европе, естественно, с молодыми квалифицированными арбитрами.